Дорогие друзья, поздравляю вас с наступающим праздником, днём рождения рок-н-ролла, который произошёл 19 апреля 1954 года в связи с появлением великой записи «Rock Around the Clock», записанной на студии Дека, и благодаря этому этот стиль музыки получил большой импульс, потом ставший уже роком и твистом и прочими-прочими «благоглупостями», которыми мы занимались всю жизнь. Ещё раз поздравляю вас. Давайте будем регулярно отмечать этот наш молодёжный праздник. После случая хочу рассказать буквально об одном из самых первых, а может быть, самый первый подпольный клуб рок-н-ролла, который возник в 1956-1957 годах здесь, но у нас, на Пирожайской стране, в связи с тем, что было несколько групп так называемых «Skiffle», когда у ребят не было настоящих инструментов, играли, конечно, на гитарах, потом на бидон-бас, потом ещё какие-то щётки и ещё какие-нибудь там папиросные бумаги. Вот такие первые составы попадались где-то там на лужайках, в Центральном парке культуры имени Сергея Мироновича Кирова. Вот такой случай и произошёл со мной однажды, гуляя мимо одной заброшенной эстрады крытой, и обратил внимание, что там какая-то публика разномастная, и кто-то там выступает на сцене, когда там никто давно не выступал. Я подошёл поближе, увидел, что выступают ребята какие-то, что-то поют в стиле рок-н-ролла, играют на кестре в странных самодельных инструментах, терральная доска там присутствовала, там бидон-бас, ну и вот это всё, они пару номеров успели исполнить, и вдруг свистки, милиция, все побежали, все побежали в одну сторону, значит, преследуя милиции, к этому мосту, с него, главному мосту, на выход из СПГО. Ну, я тоже устремился за этими ребятами, и мы все оказались в одном трамвае, который уезжал из СПГО. Я смотрел на этих ребят, мне они понравились, и я сразу решил ловить момент, начал их обходить, брать у них телефоны, знакомиться, они в основном были все друг с другом знакомы, а я никого не знал, вот я так с ними познакомился, там был, значит, сейчас помню, парень, такой рыженький лешик, прекрасно игравший на банджо, и певший, потом был Касим, сейчас помню имена, и был один человек, который потом впоследствии стал, как бы, моим помощником, я был, так называемым, подпольным президентом, вот этого подпольного клуба рок-н-ролла, который я сколотил из этих ребят, вот, значит, Эдик Ломский, он был киноартист, снимался на Линдфильме, прекрасно играл на банджо, пел, мы с ним встретились уже в Нью-Йорке, и там мы уже, как бы, получилась такая преемственность, мы вместе с ним создавали, значит, клуб русских бардов Нью-Йоркский, который несколько лет просуществовал. Ну, вот видите, преемственность такая, вот этот подпольный клуб рок-н-ролла, Нью-Йоркский клуб русских бардов, теперь у нас клуб неформальной песни, вот видите, мы держим одну и ту же линию, контр-культуру, пытаемся продвинуть и объединить необъединенных, так сказать, одной идеей людей, мы, у нас идея какая? Музыка и свобода. Вот сейчас мы скоро пройдем к этому месту, где у нас в подвальном помещении стихийным образом был создан этот клуб, откуда у нас несколько раз увозили на воронках, дело кончалось большим домом и прочим, но это отдельная, другая история. Вот как раз с другой стороны мы находимся, в этой парадной еще ход вниз был, я не знаю, сейчас он есть или нет, но в то время был этот ход вниз, мы, значит, его обживали, обжили, привели в порядок как могли, ну а что потом после нас там уже стало, можно сказать, может быть, его даже заложили уже. Ну, в то время это было так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова